Доброе утро, друзья! Последний день новогодних каникул, и мы решили приехать на Селигер. Банька, рыбалка, девочки, пивко. Все это не про нас. Мы снимаем поезда. Вы на канале Блог ЖД Фотографа, и с вами Игорь Абросимов. Это ветка Балагой Осташков. Обычно она полудохла. Здесь ходит пригородный поезд и пару раз в неделю вывозной. Но сегодня здесь какой-то аншлаг. Здесь и загонка, и загонка пригорода, и паровоз в две стороны, и пассажирский поезд на Петербург, и бог знает что еще. Погнали! Вот уже полчаса мы стоим на этом мосту и моросим наши пятые точки, в ожидании красивых фотографий. Проехал загоночный пассажирский поезд, который днем поедет обратно на Санкт-Петербург. Как тебе, Сташка? Давай. Осташков хорошо, здесь вкусная еда. Мы сняли поезд, и сейчас ждем пригородный поезд, который едет резервом на ремонт в Балагое. Как тебе погодка? Погодка очень холодная, замерз, пальцы отваливаются, камера замерзла. Не знаю, хватит ли мне до конца сегодняшнего дня. А почему эта штука не идет пригородным? Почему она пустая? Я думаю, что это вопрос слишком политический, и ответ на него не цензурный. Потому что никто не хочет за него платить, поэтому он ездит бесплатно. За это в ТРЖД. Всем привет! Меня зовут Тираннозавр Рекс, и мы находимся на станции Осташков. Только что на мосту мы сняли этот замечательный поезд, который через полтора часа поедет в Санкт-Петербург. К сожалению, этот поезд больше не ежедневный. Он ходит исключительно по праздникам и с мая по сентябрь. Один раз в неделю. В субботу прибытием в Осташков, и в воскресенье отправлением из Осташкова. И за моей спиной довольно редкий тепловоз. Хотя, казалось бы, что в нем редкого. Это современный ТЭП-70 БС, который выпускается по сей день. Однако данная машина 2006 года выпуска уникальна тем, что, во-первых, сохранила свой заводской окрас, то есть красный с белой и синей волной. А также это так называемый подстекольник. То есть у него буферный фонарист, вероятно, под стеклом. В отличие от более поздних модификаций, где они вынесены на отдельные блоки. А это флюгарка, элемент ручной стрелки. По флюгарке загорается лампочка в отверстии. А также эта конструкция умеет поворачиваться. И таким образом, в зависимости от положения Осташков стрелки, показывает машинисту, на какой путь переведет стрелочный перевод. Куда его можно ехать, а куда нельзя. Например, эта флюгарка показывает то, что можно ехать прямо. Редкий подстекольник ТЭП-70БС не единственное, что мы нашли на станции Осташков. За моей спиной стоит не менее крутой тепловоз. 2М62-444. Мы называем эти тепловозом машками. Она построена в 1981 году в Варшавловграде. Давайте же посмотрим на нее поближе. Чем же для нас так интересна эта крутая старая машка? Она круглобуферная. Посмотрите, у нее круглые фары. Таких тепловозов осталось мало. Почти вся машка, дожившая до наших дней, имеет квадратные буферные фонари. Вот как, например, здесь. Так что эта машка очень редкая, и встреча с ней – это большая удача. Довольно интересно, что фара у нее имеет хромированную окантовку. Но, к сожалению, ее закрасили зачем-то серой краской. Также довольно интересно, что эта машка работает с снегоуборочными машинами. Для чего у нее есть вот эти розетки. Через них, собственно говоря, снегоуборочные машины к машке и подключаются, чтобы можно было управлять ими из ковины. Как я уже сказал, это тепловоз 2М62. От более поздней модификации 2М62У он отличается своими тележками. У него они челюстные. Я не буду грузить вас техническими подробностями. Если хотите, просто погуглите. Челюстные тележки. Ну и для сравнения, вот вам фотография тележек на 2М62У. Мы едем сейчас на 104 километр снимать паровоз, по которой мы, скорее всего, не успеем, потому что кто-то слишком много ест и много заказывает. Отставить панику! У нас растущий организм! Это я тебе говорю! Мы сняли пригородный поезд Балагой-Осташков. Михалыч молодец! Он нас довез на точку и правильно припарковался. Мы благополучно успели на 104 километр и засняли наш пригородный поезд с паровозом серии «Л», который в народе называется «Лебедянкой». Этот поезд ходит с 2018 года с паровозом. Но только по выходным. По будням это обычный тепловоз. Друзья, это живописное место за моей спиной. 102 километр линии Балагой-Осташков. Успешно сфотографирован редкоходящий здесь пассажирский поезд с крутым тепловозом ТЭП-70 БАЭС. А мы двигаемся дальше. Мы находимся на 102 километре Балагой-Осташковой-Седлецкой железной дороги. Мы можем наблюдать здание обходчика этой линии, который жил здесь в начале прошлого века, когда построили эту дорогу с 1907-1908 годов. У этого здания наблюдаются характерные для тех лет грязные элементы дома. У здания была металлическая крыша, которую уже уперли. А здание в настоящий момент просто стоит и разрушается. Ну что же за дурацкие-то пробки в Осташке. Мы так будем весь день ехать до несчастного ресторана, чтобы поесть. Парни, звонил Фантомас. Срочно едем в пену. Скорее, скорее, быстро, садись за руль, быстро, заводи мотор, едем в пену. Фантомас, Фантомас звонил быстро, нужно срочно его там перехватить. Быстрее, быстрее, Фантомас ждать не буду. Ладно, это, наверное, была уже слишком сложная шутка. На самом деле, Фантомасами мы называем тепловозы 2116. Один из них едет прямо сюда, из Великих Луг, в Осташков, с грузовым поездом. Но Балагой и Полоцкой железной дороги – это огромная редкость, в принципе, грузовой поезд. Да еще и с таким крутым тепловозом. Поэтому мы решили поехать на станцию Пена ему навстречу, чтобы перехватить его по свету. Потому что к нам в Осташков он приедет уже по темноте. Я нахожусь на перегоне Пена-Осташков, неподалеку от станции Пена. Здесь расположен довольно красивый старый мост через Волгу. Место здесь супер глухое. Здесь даже можно слышать, как долбит дерево дятел и полно следов различных животных. Надеюсь, я с ними не повстречаюсь. Я не знаю, доедет ли к нам этот тепловоз или нет, но очень на это надеюсь. Сфотографировать сейчас, в 2022 году, 2Т116 со старой мордой – это просто супер удача, потому что их масса списывает. Два долгих часа. Наш 116 застрял на станции Соблако, друзья. Он вряд ли сюда приедет по свету. Поедем к нему сами, ведь если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Попробуем сводкать его хотя бы на станции на штатив. Нельзя же упускать такую возможность. Это же старый 116-й, камон! Друзья, мы на станции Соблако. Эта станция живет за счет добычи леса. Здесь его грузят в специальные вагонные лесовозы. А вот и наш 2Т116, Фантомас, под номером 615. Тепловоз построен в 1980 году. Ему 42 года. Надеюсь, что он проживет еще хотя бы пару лет. Обратите внимание на его буферные фонари, ну или просто говоря фары. Они расположены чуть-чуть выше, чем у более поздних модификаций. И эта деталь делает его более брутальным и более крутым. Поймать такой тепловоз – это большая удача, потому что сейчас 2Т116 ранних номеров массово списываются. Еще одна интересная деталь тепловоза в 2Т116 ранних номеров – это их прожектор, который расположен в так называемом сидении от унитаза. Посмотрите, на этом тепловозе оно ярко выражено, покрашено в белый цвет. А на этой прекрасной ноте и рядом с этим прекрасным старым 116-м я заканчиваю сегодняшний выпуск. Мы познакомились с железнодорожницами Селигера, с Балагой Полоцкой магистралью, с крутыми локомотивами, с Машкой, с Фантомасом и с паровозом серии L, который работает здесь в пригородном движении. Спасибо вам за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а также подпишитесь на YouTube-канал Автобусмастера. Он будет очень рад новым знакомствам. До новых встреч! Спасибо за просмотр!